Это приемный покой детской городской больницы. Сейчас в стационаре прибывают 135 детей и 77 ухаживающих. Работа идет в штатном режиме. Нехватки воды здесь не почувствовали, так как с самого утра каждые полтора часа организован подвоз воды. Мы имеем огромный инфекционный корпус, работающий с большой нагрузкой. Это и поддержание санитарного состояния, питьевой режим, плюс пищеблок, опять же, и приготовление пищи, и обработка посуды. На данный момент резервуар стоит. Дефицита в питьевой и технической жидкости воды нет. По 10 кубометров воды каждые полтора часа получает и центральная городская больница. Техническая вода для общебытовых нужд и питьевая для пациентов, медперсонала, а также приготовления пищи. Отделение подходит, набирают, уезжают. Как я уже сказал, одну машину мы освоили, использовали. Это уже вторая машина. У нас есть объем воды питьевой на пищеблоке, необходимый для приготовления пищи. Нами приобретена получена бутылированная вода для того, чтобы пациенты в отделениях могли ее принимать вплоть до одноразовых стаканчиков, потому что сейчас действительно в режиме ограничения потребления воды лучше использовать предметы, которые не нужно потом обеззараживать. Глава города Юрий Поляков обратился за помощью в соседние муниципалитеты. Из Новороссийска, Темрюка, Крымска, Геленджика и Краснодара в подмогу отправился транспорт для обеспечения водой местного населения. За стороны вода, с колодца. Послал начальствами сюда на помощь Анапе. Ну что делать? Пришлось ехать. Вот приехал и вот приедем по населению. У нас в Геленджике тоже так, воды нет, и мы развозим по населению. Помогаем? Как приехал утром, вот берут и берут и берут. Жители многоквартирных домов выстраиваются в очереди. В подвозе воды задействовано 13 автоцистерн. Обеспечение населения водой производится по заявкам управляющих компаний. Как говорят, без воды ни туда, ни сюда. Я пол восьмого всем встала, еще была вода. Пол восьмого открываю кран, воды нет. Звоню в диспетчерскую. Я говорю, в чем причина? Без предупреждений. Да, какая-то крупная авария на городоканале. Люди как-то должны справляться с этой ситуацией. Что же без воды? Не постирать, не убрать, не помыть. О том, что не будет воды и будет подвоз осуществлен, узнала из социальных сетей. И непосредственно вышла из дома, увидела, что подъехала машина. Естественно, бегом. Вода очень востребована, людей очень много. Для координации действий в Анапе создан оперативный штаб под руководством главы города Юрия Полякова. Ситуация будет на его контроле до полного восстановления системы водоснабжения. Никита Бойко, Руслан Душевский, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.